Здравствуйте! С вами программа «Время Икс» и меня зовут Ксения Вишневская. Сегодня мы узнаем и подведем итоги работы многофункциональных центров в городе Севастополе. И гость нашей студии – директор Светлана Ивановна Ткаченко, директор МФЦ. Здравствуйте, Светлана Ивановна! Здравствуйте, Ксения! Сразу же хочется с вами поговорить на тему того, что сколько у нас уже на данный момент есть отделений и как они этот год вообще, я так понимаю, они очень открывались активно. Что происходило вообще за этот 2017 год? Давайте подведем же итоги. По состоянию на начало 2017 года функционировало 83 окна в 9 центрах МФЦ. В сентябре был открыт после капитального ремонта МФЦ по адресу проспекта генерала Острякова, 15, вместо МФЦ, которое располагалось по адресу площадь восставших 6. Открыто в более комфортных условиях, площадь здания больше, с наличием детского уголка, отдельной электронной очереди, туалетными комнатами, в том числе для инвалидов, ну, скажем так, в более комфортных условиях, нежели это было МФЦ на площади восставших 6. В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации 1376, то есть со всеми требованиями, которые относятся к МФЦ. В октябре по адресу проспект Героев Сталинграда, 64, были открыты дополнительно 10 окон. 10 окон были открыты также в соответствии с требованиями постановления правительства Российской Федерации 1376, то есть со всеми условиями, необходимыми для комфортного обслуживания заявителей. Детским уголком, с туалетными комнатами, с кондиционированием воздуха, что очень немаловажно, в комфортных условиях, с новой мебелью и так далее. И на сегодняшний день у нас в Севастополе действуют 93 окна приема-выдачи документов в 10 центрах МФЦ. Наконец-то упростило, как говорится, нашим гражданам все, что можно прийти в одно место и решить практически все проблемы. Практически, да, практически все жизневажные проблемы. А каким вот, по прошествию 2017 года, с какими вопросами обычно приходят люди, чаще всего? Но основные вопросы, как и вопросы прошлого года, остаются, конечно же, оформление и переоформление недвижимости, собственности недвижимости. То есть это оформление дачи, оформление квартир, оформление домов, оформление земельных участков и так далее. То есть это услуги Севреестра, услуги Департамента имущественно-земельных отношений, услуги архитектуры. А скажите, а вот у вас проходили какие-то мероприятия тоже на протяжении года? И вы даже к нам в студию приходили, у вас был сотрудник награжден, один из самых лучших. Сейчас у вас тоже было мероприятие, которое, я так понимаю, в 2018 году будет подведены итоги. И вы вошли в пятерку лучших специалистов МФЦ. Расскажите, пожалуйста, о ваших наградах. В 2014 году ежегодно проходит всероссийский конкурс «Лучший МФЦ России». Севастополь впервые провел региональный конкурс «Лучший универсальный сотрудник» в 2016 году. По итогам первое место заняла Елена Глушенко. Таким образом, ее кандидатура была отправлена на всероссийский конкурс в Москву. Заявка отправлена в Министерство экономического развития. В первом квартале 2017 года по результатам комиссии было принято решение объявить лауреатом конкурса многофункциональный центр города Севастополя. А Елене Глушенко вручить благодарность Министерству экономического развития. Но мы на этом не останавливаемся. В 2017 году был проведен региональный конкурс в номинации «Лучший МФЦ». До 20 окон участвовали наши пятиоконники. Конечно же, «Лучший универсальный сотрудник» и еще будет подана заявка «Лучшая информационная система». То есть по итогам 2017 года МФЦ Севастополя будут поданы три заявки в трех номинациях на участие в конкурсе «Лучший МФЦ России». Будем вас звать в нашу студию, чтобы получать от вас результаты этих конкурсов. Ну и, конечно же, надеемся на то, что мы будем обязательно вас спасать. Светлана Ивановна, если перейти, например, к планам на 2018 год, вот что показал 2017, что бы хотелось еще, может быть, доработать и какие перспективы еще в дальнейшем? Давайте немножечко уж раскроем. Планы, основные планы на 2018 год. Основная наша задача – это предоставление более качественно услуг нашим заявителям. То есть работа над предоставлением качественных услуг заявителям. Также мы хотим в 2018 году начать оказывать услуги на платной основе. У нас будет платный выездной прием. Документы уже готовятся. Я думаю, мы в ближайшее время наших заявителей порадуем вот такой вот платной услугой. То есть, если человеку удобно получить документы дома, он может оставить свою заявочку, к нему приедет наша машина и привезет документы. Но это будет стоить определенных денег с расчетом затрат на бензин, на работу девочек и так далее. Далее мы будем планировать открывать еще дополнительные окна. У нас идет на сегодняшний день ремонт по адресу Бориса Михайлова, 6, где будет открыт 11 МФЦ с количеством окон 5. Также мы хотим открыть по адресу Героя Сталинграда, 64, МФЦ для бизнеса. Наш пятиаконник, который работал в штатном режиме, мы хотим сделать МФЦ для бизнеса. Это у нас ближайшие планы. Грандиозный, я бы сказала, план. Скажите, я правильно понимаю, это мобильный МФЦ, так называется, который будет платный? Или он уже существует, мобильный МФЦ, который непосредственно обслуживает еще? В 2016 году, 12 декабря, был презентован с участием нашего губернатора Дмитрия Овсяникова мобильный выездной МФЦ. Это специализированная современная газель, которая оборудована необходимой техникой, двумя рабочими местами, комфортными условиями, опять-таки, с кондиционированием воздуха, с пандусом и со всеми необходимыми комфортными условиями. У нас в течение года осуществлялся выездной прием. Более 120 выездов осуществил наш автомобиль. Принял более 2000 документов. Выезд осуществляется у нас в отдаленные села, где у нас нет МФЦ для удобства граждан. Чтобы не ехать в центральные офисы с целью получения услуг в комфортных условиях, было принято решение купить данный автомобиль и использовать его как мобильный МФЦ. Выезд осуществляется по графику, с которым можно познакомиться на нашем сайте. Скажите, а инвалиды? Да, да, да. Обязательно по заявке, да, можно заявочку оставить, позвонить в колл-центр 417-100, оставить заявочку на обслуживание льготной категории граждан. И также машина приедет домой и будет оказана услуга бесплатно. Вот видите, как хорошо. Во всех, как говорится, моментах вы преуспели за этот 2017 год. А скажите, а есть ли все-таки еще подвести, может быть, какие-то значимые события, помимо того, что вы, безусловно, открылись новые окна и стало намного проще нашим гражданам решать свои проблемы? Может быть, будут расширены на будущем год услуги, предоставляемые, в том числе МФЦ? То, что будет рассматриваться, есть ли в перспективах, что можно вот прям прийти и все решить? В течение 2017 года были добавлены 71 услуга, которые могут оказывать специалисты МФЦ. Было заключено 8 соглашений. То есть на сегодняшний день в МФЦ можно получить 119 услуг в соответствии с заключенными 23 соглашениями. Это основные блоки, которые очень значимы. Департамент имущественно-земельных отношений, департамент архитектуры, департамент сельского хозяйства. Особое внимание хотелось обратить на услугу, которая была запущена, даже не услуга запущена, а подписанное соглашение в декабре. В декабре МФЦ заключила соглашение Севастопольской городской избирательной комиссии. В соответствии с федеральным законом номер 104 от 1 июня 2016 года было заключено данное соглашение. И оно реализовано с целью реализации, скажем так, избирательских прав наших заявителей на избирательных участках по месту жительства. То есть по месту нахождения. Не по месту прописки, а по месту нахождения. То есть человек может проголосовать по месту нахождения. Для этого ему нужно прийти в МФЦ не ранее, чем за 45 дней, и не позднее, чем за 5, и подать заявление. Скажите, у меня проскочила информация, может быть поправьте, я не права, что на будущий год вообще по планам даже можно снять или поставить на учет машину через МФЦ. То есть это правильно или нет? Ну и даже с паспортом тоже какие-то там можно будет решить, что мы обычно паспортный стол идем, приносим документы, какие-то такие моменты. Что касается паспорта гражданина Российской Федерации, эта услуга у нас есть на сегодняшний день. В следующем году у нас обязательно будут выдаваться загранпаспорта нового образца в плане, это с 1 февраля, и обязательно выдача водительских удостоверений. Это вот точно будет? Точно будет. Точно будет. Это очень хорошо. Ну давайте вернемся к нашей праздничной. Все-таки давайте скоро Новый год. Хочется, помимо планов, еще, естественно, поздравить и ваших сотрудников. К сотрудникам вообще отдельно у меня вопрос, как они справляются, и насколько... Это же такая работа с людьми очень ответственная, и должен быть такой уровень стрессоустойчивости. И хотелось бы... Коротенький вопрос, потому что время у нашей эфира уже подходит к концу. Как вы мотивируете ваших сотрудников? Как вы все-таки держите в тонусе, чтобы по всем позициям они хорошо справлялись с своей работой? Вы знаете, вопрос, наверное, очень сложный, очень требует такого избирательного подхода. Единственное, что я хочу отметить, что в этом году у нас есть нововведение. Каждая последняя среда месяца с 13.00 до 18.00 мы проводим обучение наших сотрудников. Обучение проводят сотрудники учреждений, чьи услуги мы оказываем. По каждой услуге, очень тщательно, по регламентам прорабатывается каждая услуга с целью повышения качества предоставления услуг. Также в этом году, вот у нас буквально в декабре, 10.00, 17.00 и 24.00, хочу обратить внимание, это воскресенье, стартовал пилотный проект «Получи документы в выходной день». Руководством МФЦ было принято решение работать дополнительно с целью выдачи всех готовых результатов гражданам Севастополя, нашим заявителям, с целью повышения качества предоставления услуг. Также у нас еще хотелось бы отметить, вот очень важно, что к концу года у нас время ожидания в очереди уменьшилось практически в два раза. С чем это связано? Ну, наверное, это связано все-таки с компетентностью специалистов и уверенно, что с открытием новых окон и с добавлением новых сотрудников. Мы в этом году добавили еще 40 сотрудников. Наши сотрудники получают определенные стимулирующие выплаты, то есть те, которые наиболее универсальные, те, которые наиболее опытные, соответственно, более повышенный коэффициент. Конечно, они у нас участвуют в конкурсе. Соответственно, по результатам конкурса у нас в положении об оплате труда прописана определенная премия. Также вот в следующем году планируем победителей регионального конкурса обязательно повести на подведение итогов всероссийского конкурса с целью повышения качества, скажем так, предоставления услуг. Ну и чтобы заинтересовать наших сотрудников. Спасибо вам огромное, что вы пришли в нашу студию. Давайте я вам дам буквально минутку для того, чтобы поздравили всех ваших коллег и сотрудников с предстоящими праздниками. Спасибо. Под ваши камеры. Уважаемые севастопольцы и гости города, поздравляю вас с наступающим 2018 годом. Пусть этот год станет для вас годом больших достижений, энергичного продвижения вперед. И пускай все ваши мечты осуществляются. Пусть в семье каждого из вас царят мир, любовь, достаток и взаимопонимание. 2018 год — год собаки. А собака, как известно, тайное животное. Поэтому пусть в будущем году у вас появятся замечательные друзья. С Новым годом! Спасибо вам огромное. Хочется присоединиться к вашим поздравлениям и вам тоже пожелать, самое главное, чтобы все получалось в работе, все ваши грандиозные планы, чтобы все складывалось так, как вы запланировали. Ну и хороших сотрудников и хороших людей. Спасибо. Вы помогаете благодаря вам. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня у нас в студии был директор МФЦ Ткаченко Светлана Ивановна. Я на этом с вами не прощаюсь. Меня зовут Ксения Вишневская. Это была программа «Время Икс». Это была программа «Время Икс» и «Время Икс» и «Время Икс» и «Время Икс».